Чё тут скрипеть так сильно, я не понял. Царю небесным, утешителю души истины, И живет в детстве, и вся исполняет Сокровища боги, и жизни подателю Приди вселисяны, и очистены отсеки оскверны, И спаси, может, души наши. Лена, молись. Господь милосердный, благослови наше собрание, наше занятие. Открой нам уши и сердца, чтобы слышать слова Твои святые, чтобы разуметь Писание Твое. Господи, помоги нам всё, что мы услышим, применить, чтобы приобретать души для Тебя. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Игорь, час-полтора у нас звонит? Да, ну. Сейчас парочку пройдём стихов, да всё. Минут сорок. Евангелие Таана, седьмая глава, с девятого по десятый стих. Сие сказал он, вот так, значит, это у нас где всё происходит. Мы начали седьмую главу, после того, как Господь на море Тивериадском отвечает людям на то, что они увидели от него чудо умножения хлебов. Ели и насытились. Он говорит, вы ели и насытились, вот что вам надо. Вам не надо никаких знамений духовного, ничего не надо. И начинает говорить им о том, что они должны будут есть плоть его и пить кровь его. И они говорят, какие суровые слова, отвернулись от него и отошли. А после этого он уже ходил по всей Галилее. И вот приближается праздник иудейский, поставление кущей. Вот о чём у нас сейчас речь. Предыдущая прочитает, 6-8. Да давайте с самого начала, чтобы понятнее было. С первого по пятый, потом 6-8. После сего Иисус ходил по Галилее, по Иудеи не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Ну, кущей это палатки, как у Игнатих, значит, там рядом, видели, да? Он построил этот шалаш такой. Шалаши. Палатки, кто-то говорит, откуда у них там были палатки-то? Из чего там собрали, собрали там, веточки там, куда-сюда. У них же там тепло, представь, они когда шли по Аравийской пустыне, в Аравийской пустыне осадки выпадают, там у них, сколько там, ну, 20 сантиметров, 30 сантиметров годовые осадки. У нас 20-30 это такой маленький ливничок, а у них это за целый год. Поэтому там из чего не сделай, лишь бы солнце не палило, ну, так, чтобы сильно жарко не было. Они вот когда шли, они что работали-то, вот они шли по пустыне, вот, в 45. Они что, чем занимались-то, ты думала об этом, чем они занимались? Чем? Они останавливались очень часто. Они же не только, они же не ходили такие, как слоны, идут, 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 куда-то. Ну, Игорь, смотри, чтобы чем-то заниматься, нужна цель. Для чего ты этим занимаешься? У них была манна в пустыне. Да, да, да. Чем им заниматься? Да, чем. Пища уже есть, и цель идти. Идти, да. Чем заниматься? Я не знаю, чем они занимались. Наверное, ничем. Им занятия надо проводить. Ну, вот Моисей, видимо, изредка им там, или даже не изредка. Ну, пускай 3 миллиона. Но все равно закон не будет. Ты понимаешь, что такое 3 миллиона? Я же не представляю, что такое 3 миллиона человек. Это огромное количество народа, 3 миллиона. Весь Новосибирск, 2, 2, нету 2 миллионов. Миллион 700, что-то такое, или меньше даже. Весь Новосибирск. Ты была же в Новосибирске? На машине была? Это кошмар какой-то. Попробуй там. Там начинаешь только от этого. И скитим этот. И все, и встали уже. И пробка стоит, стоит, стоит. Поехали немножко. Опять проехали. Опять стоит. Если в будний день, а еще когда жара, у меня кондиционера не было в машине. Кошмар. Просто. Это полтора миллиона человек. А 3 миллиона. Ну, вот сегодня Игнатихныч говорил, что пол Москвы занимали они. Вот же говорил. Игнатихныч, ну, как площадь пол Москвы занимали, когда останавливались, станут. Представляете, что пол Москвы. Очень много. То есть это ты, вот остановились все, и как будто город большой в степи. А вода где? Где жратва? Чем заниматься-то? Дурю мужиков прет. Ну, Господь посылал им вот врагов. Дурь прет? Давайте воюйте. И вот они, 603 тысячи мужиков, которые держали оружие. От 20 лет там и до скольки там, ну, до 50, допустим. И вот они с удовольствием. Чем заняться-то? Бьются там с удовольствием. Умирают. За Родину. Ну, и еще отстающие были. Странно, а главное, были отстающие, на которых амаликитяне нападали. Почему об отстающих-то не подумали? Во-первых, вы куда торопитесь? Если на то пошло, да? Торопиться некуда. Остановился вот здесь вот? Воды никакой на тебя не льется. Да, не надо, брат. Да, там 2 градуса. Спаси, Христос. Вода не льется, гром молнии не идет. Ну, ветер там только, если, а ветер что? И так понятно, что закрылся от него и все. Главное, мороза нет. Все. Ну, ведь это, ночью там, конечно, попрохладнее у них. Ну, собирали дровишки. Там не такая пустыня, что, как вот пустыня, как в Сахаре, слава богу. Там каменистая пустыня. И тогда была получше, наверное. Там, может, какие-то были лесочки. Где-то там с гор все равно водичка идет, потому что там ледники. Там горы-то высокие. Есть. Ну, вообще, каменистое место. На побережье только все живут. Как в Йемене сейчас или в Арабских Эмиратах. На побережье все. В Дубае там вот это. Все это там же сейчас. Видела Дубай? Пальма вот так стоит. Бум-бум-бум-бум. И море, океан этот. И пляж там, не знаю, на сотню километров. А жрать-то нечего. Что там делать? Они построили город просто. Все коротко и ясно. И вот, теперь мы тут об этом как раз и говорим. Поставление кущей. Поставили они их. Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Так, это вы проходили, да, на том за ней. Вы много так прошли вообще. Дела, которые ты делаешь. Ну, сейчас кого не спроси. Ничего себе, ребята. Ну, я думаю, что это они по невежеству своему Христу задавали такие эти вопросы. Давай там сходи, чтобы мы видели дела, какие там ты творишь. Зачем? Он вам что, чудесник, колдун какой-то? У Господа все последовательно. Как вот у нас сейчас идет. Или как военная операция. Это же не война, а военная операция настоящая. Специальная, да. Стреляют, 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 стреляют. Люди там умирают. Да, надо плакать нам, конечно. Ну, просто когда ты познакомишься с теми людьми, которые там умерли на передовой, тебе не захочется по ним плакать уже. А Господь про это пишет, кстати. Если, говорит, верующий человек, поплачь три дня. Семь дней там, все, и хватит. А если, говорит, он был неверующий, можешь плакать всю жизнь. А почему? Да толку никакого не будет. Плачешь, просто огорчаешься. Почему? Ушел безвременно человек. Ну, он сам захотел. Видели фильмы «Ополченочка»? Не видели? Ну, посмотрите. Бог достойный. Пыталась что-то. А ты попитайся, девушка, попитайся. Как все начиналось? Кто они такие были? Просто, ну, не знаем же, мы там не были. И поэтому... А люди неверующие, сразу говорю. Люди неверующие. И вот с неверующими неверующие обращаются. Есть неверующие, которые, ну, нормальные неверующие. Вот у Марины полный музей. Все неверующие. Верующих нету. И вот они там такие, там, матами, не дай бог, там. Интеллигентные. И все там что-то. Друг другу там подарочки все время они там делают что-то там. Людей принимают там. У них там, если ответили что-то там посетителям не так. Ой, там что-то. Доходит до Министерства культуры. Их там, директоры этого там длючат, мучат. Он приходит весь вспотевший. Марина Геннадьевна, садитесь, пишите приказ. Начинаются приказы там всякие, чтобы... И там все такие, ну... Неверующие люди. А есть неверующие. Такие, как вот... Неверующие, допустим, вот на Украине. Вот они неверующие там есть. И они захватили власти везде. В Министерстве культуры. Во всех министерствах захватили власти. И вот памятники сносят. Это Екатерине Второй в Одессе. В Суворову, который освобождал все это. А Екатерина посылала туда средства, войска и так далее. Она нехорошая была. Нехорошая. Она была нехорошая, запомните. Но в этот момент как раз турки отвозили на своих кораблях кучу невольников, детей, женщин к себе в Туреччину. И там продавали богатым этим подонкам, которые их насиловали, конечно. Потому что ни одна из них не захотела бы за турка выйти замуж. Турки хорошие. А русские это подонки, подонки. А что русским делать? Я опять же говорю, они неверующие. Вот который со штыком идет. Суворов. Суворов там и так далее. Он конечно пел там на клеве. Но он точно был неверующий 100%. Но он очень любил солдат. Хороший был вот такой мужик. Лишних не убивал пленные, если сдались. Их там на работы, ребята работайте. Потом расселяли, чтобы они не мешались подальше туда. И они становились русскими. Ну не русскими, а переселенцами. Делали все просто. Вот так. А эти пленных расстреливали, тут показали. 11 человек вот так вот выложили наших ребят. И прямо так с автомата расстреляли. Видели съемки эти? Нет? Ну в ваше время еще не пришло. Еще вы много увидите. Вы еще начали только жить. А я вот к этому подошел. На 59 году своей жизни. А отец у меня проскочил все это. Только один Афганистан там, Чечня и все. Не воевал ничего. Ну правда служил 4 года. В Туркво. Знаете Туркво что такое? Туркестанский военный округ. То есть все республики Средней Азии. Это был один большой воинский город. Готовились потому что через Персию англичане пойдут. Так и вот дальше. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него. Ну и что? Явил себя Господь миру. И дальше. На это Иисус сказал им. Мое время еще не настало. А для вас всегда время. То есть. Время собирать камни. Время разбрасывать камни. Вот так. Вас мир не может ненавидеть. А меня ненавидит. Потому что я свидетельствую о нем. Что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей. А я еще не пойду на сей праздник. Потому что мое время еще не исполнилось. Ты знаешь, кто ненавидит тебя, сестра? Я. Да, у тебя есть мир. Кто тебя ненавидит из людей. Знаешь таких людей? Агнюша, а у тебя есть, кто тебя там ненавидит? Сомневаюсь. Сомневаюсь. У тебя есть, Сергей, кто тебя ненавидит? Есть. У тебя, Лен, есть? Есть. И у меня тоже уже есть. А почему? Потому что мы участвуем не в делах тьмы, а в делах света. Мы в занятиях участвуем, комментарии. Лена переписывается много, бесед ведет. Брат, ну, то же самое у него было. Такая же история. Ну, сами видите, пострадавшие от сатаны напрямую. Уже сатана не знал, как его просто убрать с этого поля боя. И просто дал такую болезнь. Очень непонятную для всех. Для него самого. Мы молимся за него. Чтоб Господь его сохранил и вывел его из этого состояния. А о нем все помнят. Все интернет-содружество. Вот сегодня будет в 4 часа у нас интернет-содружество. Выйдет человек 80-90. Собрание будет. Интернет-содружество. Будут верующие люди. Будут выступать, говорить, слушать и так далее. Будут комментарии там. Выходите, послушайте. Это не те, которые здесь у нас. Эти уже, ну, на них машины посмотрите, у них хорошие. Они дома празднуют. Все нормально у них. Все хорошо. Вот у нас Надежда подает Надежды. Начала оставаться на занятия. Да я тут просто говорю, ты текла. Лучше стало Надежде Васильевне. Она уже говорить начала днятно, а то она не одно слово. Все, все, Господь исцелил уже. Слава тебе, Господи. А у меня отец умер, не устроил. Ну, у него сердце. У него сердце, у него не инсульт. Он тоже вот так. И все. Я вижу тоже, она вот так рот открыла. А Игорь такой заглядывает. Я говорю, да как ей плохо. Где врачи-то у нас? Игорь напугался больше. Уже начал кричать тогда. А Виктор Андреевич такой читает, Ромера. Я кричу, Виктор Андреевич. Он такой читает, думает, а дурю мается опять Дубнов. Не слышно. Не слышно было. Мы думали, ты там что-то с ребенком, что-то там было непонятно, что ты говоришь. Пока последний раз не крикнул громко, вот самый громко, тогда мы поняли. А я понял, что думаю, что это вот так спокойно, главное, отреагировал Виктор Андреевич Надежде Васильевне. Она тут уже, вижу, ноги вытягивает. Ну, инсульт, да, инсульт, понятно, инсульт. Ну, инсульт, инсульт уродин тоже. Хорошо, что отошла. Господь милостив. Господь милостив. И мы видим, видите, как люди привыкли по-своему, по-мирскому. Ты иди, сходи там. И у нас это тоже очень любят, вот эти протестанты. Им нужно выйти на площади где-то, шарики воздушные там идут, что-то там приветствуют всех там. Христос там, ну, даже могут сказать, нет. Христос воскрес, они не говорят же, они как, ну, они по-другому у них все. Христос тебя любит. Да, да, Христос тебя любит, там, мир-мир, там, да, да, идут такие взумочки. Ну, Христос по-другому. Мое время еще не пришло. Иисус любит тебя. Обязательно. Ну, это, да, да. Ну, и так далее. Протестанты, они любят. А православные, видите, в сдержании все, в сдержании. А почему? По шапке наполучал Петр, апостол Павел по шапке наполучал. Все наполучали по шапке от Господа. Но не по голове, а по шапке. То есть, слушайте, слушайте, как обычно говорят, слушай, пальчиком грозят. А американцы это не понимают, когда пальцем грозят. У них по-другому это все. Англосаксы вообще они другие. Они, ну, вообще другие. У них нету православия. Они привыкли расколаженно жить. Поэтому, а у нас всегда это было напряженное. Даже Сталин это знал. Он же семинарию закончил. И поэтому, когда победили в этой войне, он сказал, поднял тост за великий русский народ, который на своих плечах вынес все. Ну, там начали все, там, да, украинцы, там, а как же украинцы, не вынесли что ли на плечах. У него списочный состав. Хотя он сам Грузия, да, и русский народ. Да, он мог. Почему он Грузию-то во главе не поставил? Он легко бы мог это сделать. Грузия была бы передовым народом. И все, все туда. Ну, нет. Нет, он знал грузин и знал русских. Потому что он на каторге сидел долго очень. На каторге прям натурально. В Таруханском крае. Там я был в этих, ну, в краях приблизительно. Он под каменной Тунгуске был, а я был на Ангаре. Ну, она еще севернее. Там морожка уже растет. И там такие деревца уже, знаете, не очень большие и высокие. Поэтому он хапанул этого. И русские ему помогали. Русские помогали. Не грузины там, никто. Он поэтому знал русский народ. Да, он не долетит. 70% раненых, убитых, это из РСФСР были. И остальные по-другим. Казахов много было. Армяне были. Но не так, сколько русских. Поэтому русский народ пострадавший. Он знал эти все данные и так далее. А вот сколько убито было, так до сих пор посчитать и не могут. Сколько было убито. Но когда приблизительно сопоставили, то на конец войны получилось, что на одного немца приходилось где-то полтора человека русских бойцов убитых. Так что не так. Почему, говорит, у всех национальность это имя существительное, только русские имя приводительное. Ну да, это странно. Но оно странно, потому что народы севера пойдут в последние времена. Народ блудницы на звере багряном пойдет на антихриста. А кто лучше антихриста или блудница на звере багряном? Это говорит о том, что народы, все народы, и еврейский народ, они не служат Богу, не служат они Богу. Служат Богу церковь. Церковь. И вот теперь мы покаяться можем, мы верующие, мы можем каяться хоть за кого. Каяться. А народ не может покаяться. Потому что мы... Сейчас, как бы это сказать-то? Ну, допустим, вот так. Я работал в геологии, да? И пришел к тебе в больницу туда. Захожу там, дверь открыл ногой и говорю, мне зарплату дайте. А ты кто такой? Ну, я геолог. Ну и что ты к нам сюда приперся? У нас медицина. Ты горная промышленность. Ну как же, я же народ. Вот, давайте мне зарплату, понимаешь? Вот так получается вот это вот. Причем здесь весь народ и церковь? Ну как? Ну при чем? Ты не там зарплату получаешь. Ты вид... Мы не делим, мы не... Игнатий Тихонович тоже. То вроде что-то все нормально, то как увидит что-то такое новое, у него прям... Ну, что-то нужно вот такое необыкновенное. Народ должен каяться. Чего? Я никак понять не могу. Чего народ-то? Нет, нам же молитвы. За народ. За народ? За народ. То есть мы должны покаяться за весь народ. А, мы должны покаяться за весь народ. Да, нам молитвы, вот всем нам молитвы. Каждый встает и за весь народ молится. Я встаю, за весь народ молюсь. А-а-а. Да. Не народ. За народ. А что не за всю землю тогда? Не за всю землю. Я думаю... Я-то что возмущение у меня? Ну, русский народ, ладно. А американцы, ты знаешь, из одних буйволов бы всех американцев в тюрьму посадить на веки вечные. Знаешь, сколько они этих буйволов там у себя поубивали? Бизонов этих. Бизонов. Миллионы, миллионы бизонов повыбили. Зачем? Показайся за них. А попутно еще и 25 или 30 миллионов индейцев. Попутно так, просто смели. Ну, давайте... Они что, хорошие, что ли? А, как раз вчера я смотрел на вечер, там на Новый год праздновали, а я смотрел большой документальный фильм о том, как американцы разработали атомную бомбу. И вот там с такими подробностями, кто там что говорил, президенты там, вот эти, кто это, Опергеймер, там кто готовил вот этот Гроузи, который ведущий полковник этого проекта. Как они бомбы сбрасывали? А Гроузи говорит этот, полковник. Ну, его спросили, ну что, готова бомба? Президент Трумэн спрашивает, готова бомба? Готова. Это, ну и что делать будем? Ну, а что делать? Сколько денег потратили? 400 миллионов. Тогда это были гигантские деньги, это миллиарды были. Он говорит, ну, надо опробовать. Чего, просто так-то застыли. Понятно? Надо опробовать. У них было две бомбы, оказывается, я не знал это. То, что две бомбы, это все знали, но они были разные. Одна была плутоневая, а другая грязная бомба урановая. Чисто уран, уран-235-й, бился об уран-238-й, получался плутоний при этом взрыве. И плутоний уже там расщеплялся, и была бомба. При этом было там около 70 килограмм урана, обогащенного урана, из которого 70 килограмм только действовало 700 грамм или 600. Остальное все просто разлеталось, и все. И одна бомба была плутоневая, настоящая. Вот, ее скинули уже на Нагасаки, а на Хиросиму скинули вот эту. А Хиросима, это поле открытое. И в течение месяца погибло 120-140 тысяч людей. Представляете? Ну, что мы будем говорить? О Нагасаке больше повезло. Почему? Там горы и очень промышленный район, много многоэтажек было. И людей много выжило, которые были в многоэтажках и так далее. И там погибло всего 80 тысяч. Всего, я говорю. Ну, понятно, да? Сразу, за один прием. Бомба взрывается на высоте полкилометра. Вот представьте себе, вот она над Барнаулом. Все, нам хана, у нас тут негде скрыться. Ну, многоэтажки есть, правда. Ну, центр весь выжится. Тут мало. И что мы вспоминаем? Тогда надо за весь мир молиться. Что там эта Россия? Пыль для моряка. Ну, за предков своих. Ну, гляди, англосаксы. Они тоже мои предки, англосаксы. Я их больше всего не люблю. Англосаксы. Это же вообще подонки. Они захватили больше, чем их страна, в 160 раз территорию. Или даже там больше. Представляешь? Сколько народу. В общем так, больше полмира, почти две трети мира принадлежало англичанам. И как они управляли народами, скажите мне. Они нежные, пушистые такие. Убивали правителей. А люди были с луками и с копьями. А они приплавали на кораблях с пушками, пулеметами, ружьями. Миссионеры. Миссионеры, да. И всегда обманывали. Чему? Кто первый завозил? Кто первый сделал биологическое оружие? Америкосы. Заражали одеяло холерой, чумой. И эти одеяла дарили индейцам. Индейцам, да. Что? И что? Почему мы за них-то не молимся? Ну, короче, ладно. Игнат Тихонович может... Я вижу, ничего там не нравится, что я говорю. Так, и вот пришли мы к Евангелии Теяна 7-го, 1-го, 10-й стихи. Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник. Не явно, а как бы тайно. Давайте почитаем, что это такое блаженый феофилак. А дальше можно будет еще что-то вспомнить, может, из истории. Он отказывался идти, потому что иудеи пытались... Пылали яростью, а потом отправляется к окончанию праздника. Когда, естественно, и ярость их ослабела. Ну, тут сами по опыту кто-то. Приготовьте пример, может. Ибо он взошел не праздновать, но учить. И не с пышностью, как обыкновенно делают панигеристы, но тайно. Укрывается он для того, чтобы подтвердить свое человечество. Ибо если бы он явился, они возъярились бы на него с намерением убить его. Он же не допустил бы им сделать это, так как не наступило еще время страдания. Но, будучи среди их, избег бы страданий и показался бы воплощившимся призрачно. Ну, вот так вроде бы сложно все это. Когда призрачно что-то начинается и так далее. Тут вообще призраки есть на земле или нету призраков? Лешие на земле есть или нету? Нету в плане бесов, если нечистой силы есть. А вы Библию читаете? Любите Библию? Да, конечно. Там злой дух, помните, от которого избавляли... Злой дух Ямвуя. Сару. Сару избавляли от злого духа. Тобе. Нет, ну злой дух это... Злой дух это мы чуть-чуть понимаем, что такое. Вот, глядите, я при вас достаю телефон. У меня там, ну, в телефоне есть такая штучка одна. Ну, программка. Угу. Сейчас. Это... Это я слушаю просто. Это я слушаю. Люблю очень песни птиц сейчас. Как будто она тут все где-то рядом со мной. Так, и глядите, вот так. Вот она программка. Раз, вот так набираю. И глядите сейчас. Слово. Слово призрак набираю. Это поиск по Библии? Ага. Глядите, призрак. И вот так, раз, на эту штучку. Оп, поиск. Симфония такая. О, что я тут? Какой-то резак. Игорь Пальцов. Оп. И глядите. Подлинно человек ходит, подобно призраку. Потом дальше. Дальше. Ученики, увидев его, идущего по морю, Матфея 14, 26, встревожились и говорили, это призрак. И от страха скричали. Марка. То же самое. Премудрость Соломона, 17, 3. Думая укрыться в тайных грехах, они под темным покровом забвения рассеялись. Сильно устрашаемы и смущаемы призраками. И еще тут же, в 6 главе тоже. И в 14 главе. Кто были тревожены страшными призраками, кто расслабляет душевным и ныне. Вот. Призраки. Только не спрашивайте мне, пожалуйста. Только не спрашивайте мне, кто такой призрак. А теперь леший. Исайя 34, 14. И звери в пустыне будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Ничего себе. Привидение. Счастливо, да? Привидение. Поэтому призываю вас относиться к этому очень серьезно. И когда вы это слышите, что нужно делать в первую очередь? Креститься. Молиться. Конечно, молиться. Но креститься это нормально, если у тебя такая реакция, ты сразу перекрестишься. Бац, по пальцу и перекрестилась такая. Молодец. Или еще что-нибудь и ты. Слава тебе, Господи. А не... И так далее. То есть, это очень хорошо тогда. Перекреститься это очень хорошо. Молиться, брат, правильно сказал, да, брат? Пример, да? Пример. Пример. Часто люди бывают... Домовой душит. Такой вот. Если это, конечно, бес. Но я еще до уверования у меня это состояние было. Но в тот момент я не знал, где искать защиту. Соскакивал, не знал, что делать. Сейчас-то понятно, был бы верующий, я бы знал, что делать. То есть, призвал бы имя Господа Иисуса Христа. Потому что это крепкая башня. Убежит в нее, говорит, праведник, и он безопасен. Это как в притче Соломонов сказано. То есть, и тогда сатана тебя уже не тронет. Но это опять же идет все через грех. То есть, если грех какой-то ты допустил в свою душу, тогда сатана тебя доступ имеет. И вот эти снежные человеки и так далее, вы не думайте, что люди там всякую ерунду. Но когда они хотят это снять, у них так это слабо получается все. Рассказы страшные есть, а съемки никаких. И люди думают, ну это вранье. Нет, не вранье. Едьте. Вот эти едьте там всякие, все это есть. Но для верующего человека это ничего не страшно. Для искренне верующего человека, который может каяться вот такой молитвой за русский народ, за американский народ, за английский народ, за нигерийский народ, за Эфиопию. Игнат Тихонович-то говорил, что он материал про колдовство разослал всем. Читали? И что? Ну и, видать, говорит, дьяволу это не понравилось. И он напал на Игната Тихоновича. Ага. Ну да, что-то же есть все-таки от чего-то. Я про брата только что, он пример приводил. А его все знают. Потому что брат первый начал, деньги заплатил, время потратил. Умственные, умственными трудами занялся. Я вот историю, географию знаю. Он так этого не знает. Но я зато в интернете вот что-то не колышусь. А он вот пошел на это. Первые там были занятия, я к нему приезжал, у меня даже не был компьютер. И у него занятия проводили. Первые занятия было 4-5 человек. И мы радовались. А почему? До этого мы собирались в доме, у меня в последнее время. И собиралось, ну, 6-7 человек, может, максимально. Сестры вот откуда были, съезжались. Ну, там записанные занятия, много, кстати. Да, записались. И у Сергея тоже записались. Да, у Сергея тоже собирались. А это, то, что ты сел, и вот люди пришли, и ты, главное, можешь их видеть. Это было чудесно. Ну, и началось. И в каком, в 20-м году еще? Ты же в 20-м еще вел, нет? Вел еще, вел. Ну, по весне. По весне где-то он вел. Он летом не вел уже. Он, это, уехал. Вел занятия. И как раз тут появился у нас в 19-м году, в декабре, по-моему, этот, Вячеслав Семенов. И Вячеслав Семенов перехватил, когда Сергея не было. Ну, я там еще начал выходить. Начале 19-го. Да, это Георгий Байдуков в декабре, да. И он перехватил это все. Там еще братья, там Каримов вышел. Александр Борцов начали вести, вот. Вячеслав вместе Николай Астахов. Николай Астахов еще. Ну, и тут как раз я подключился вот в этот момент, в 20-м году. Я как раз подключился, а Сергея не было. То есть эстафету перехватили. Он уже как бы такой падает. А, братья, знамя. И тут Сергей Семенов кинулся, там туда-сюда. Ну, а я там из кустов. Я ходить плохо могу, там попозже. Подползу к вам. В общем, перехватили все это знамя. Так что это есть что-то. Сатане не нравится, страшно. Но он посылает новых. Одна Лена ушла, другая Лена пришла. Да? Одна Галя пришла, другая Галя ушла. Еще одна Галя пришла. А Ливии у нас никогда не будет. Ливия, ты там, смотри, тут с нами будет постоянно. А Гня, тоже с нами постоянно будет. Потому что нету. Вот Надь очень много. Можно уходить. Не, Надя нам наоборот принесла многих еще. Она же знает троих. Но правда с Костей вместе. Так что тут неотделимо. Это тоже. Слава тебе, Господи. Да, я смотрю все. Когда рождение свыше посетит нас. Интересно. Ну, ладно. Ладно, все. Давайте дальше пойдем. То есть мы говорим о призраках. То есть призрачно. Чтобы это было не призрачно. То есть, значит, люди могли смотреть на человека и думать, что это призрак. А в чем дело-то? В чем? Почему? Почему? Это все. Да потому что необыкновенно это для них. Да. Что-то неестественно. Неестественно, да. И поэтому легче сказать призрак просто. И Господу нужно было по такой грани пройти. Узкой. Ни в какую сторону не свалиться. И главное, чтобы сатана, который подсматривает рогатый, чтобы он еще не узнал, что он Господь Бог. Чтобы не успел поставить преграды людям к уверованию именно по примеру Спасителя. И Господь так прошел. Три с полной года. Мало или много. Для маленькой страны иудейской, где люди были верующие, ушло их, что называется в этом деле. Тысячелетнее у них было, ну а если так брать по большому счету, то почти двухтысячелетнее генетическое, можно сказать, генетическое движение к Богу. У народа целого, понимаешь? Через Евера, через Авраама. Вот. От Ноя еще там, от Ноя и Симла. Все это пришло. Сейчас мы видим, что гены-то есть, оказывается. И этот народ, вот эти люди искали. Они прям такие дотошные были. Но вот когда было им тяжело, они начинали отступать от Господа. И предания человеческие начинали подставлять. Не впрямую, а предания человеческие. И поэтому, а почему у них не было искренной веры? Вот когда у тебя вера, и ты даже маломальски от поста отходишь, ну, постишься, и маломальски отходишь от поста. И ты уже, у тебя совесть начинает тебя обличать. Даже переел там, или что-то такое новенькое купил. И ты думаешь, а с чем оно там есть, там яйца нету. Ну, то есть такое уже, копаешься. Хотя Господь говорит, на торгу не надо, не исследуй это через апостола Павла. Кухляное на торжеще. Да, на торжеще. Потому что там ты начнешь молекулы эти ковырять. Это Господу не надо. Ну, что-то съел там такое, съел. Явно, что это не яйцо там, не... Не пирог с мясом. Не пирог с мясом, да, да, да. Такое, и ты... Но, это совесть делает. А у них было им тяжело. И они тогда начали придумывать предания старцев. Ну, вот, родители, они еще в теле. Они могут работать, себя прокормить. А родителям-то что-то надо тоже. Подарки какие-то делать и так далее. Он берет барана, приводит к отцу матери. Дает барана. Это вам. Они довольны. Он, отходя, говорит, но это карван. Я Богу обещал этого барана. Карван. Понимаешь? И пошел себе. Ну, они себя прокормят. И отец с матерью этого барана волокут теперь в храм. Баран, потому что он, этот баран, для Бога. Поэтому, ну, все. Надо приносить его в жертву. Какую там, ну, в жертву мирную, допустим, приносить. Как это до этого дошли они? Не знаю. А здесь они идут и хотят кушать. Они издалека пришли. И никто им не дал покушать. Они проходили много там густое населения. Как в Донецке. Одна деревня на другой сидят. И города на городах. И они проходят полем и срывают эти колосики. А это на два метра поле туда и сюда ты можешь пользоваться им. Это по закону Божьему. Виноградник, если, то тоже. У тебя кусты первые идут. Они для тех, кто путешествует. И так далее. Груши, яблоки. У них тоже это все растет. Вишня там. Только у них вкусная. Сладенькая. Ну, это все можно кушать. Питаться этим. И они идут, срывают. В руках растирают эти зерна. Попробуй зернышко разгрызить сейчас одно. Я уже не разгрызну. У меня зубы вот так. У меня провалится между зубов и все. Это зерно. А они грызли этими зубами своими это зернышко. И они увидели это. И говорят, а что это они питаются в субботу? Нехорошие какие. Ну, это сейчас куда пошло? А? Они не ели субботу. Нет, они ели. Только они огня не разжигали. То есть они что-то приготовили на субботу? С пятницы готовили. С пятницы. А это в субботу они растирали. А трудиться нельзя. Растирание. Да, растирание. Трудиться нельзя. Понимаешь? А они даже это увидели. Трудиться нельзя. А что ж ты не подошел и брату своему лепешечку-то не подал? Да с медом бы намазал еще. Это ж брат твой. Он ходит. А, он плохой ходит. А почему? Да он с этим Иисусом. Понимаешь? Уже знали, что он плохой Иисус. Почему? Был хороший, там всех кормил. И вот тут вот хоп. Несколько прям буквально времени. Месяц, может два. И он уже плохой для них. А почему? Слова не те сказал. Понимаешь? Не те. А он-то Христос. Он не может и тех слов сказать. А ты-то духом не уловил. А почему? Веры нету. Мы должны верой улавливать. Ну, где правда, где неправда. И в этом выстраивать отношения в дальнейшем с Господом. Задавать вопросы опять же. Почему? Дело в том, что в России то же самое, в русских. Ну, именно не только в русских. Вообще в православной церкви. Епископов сделали безбрачных всех. Все. Тоже по благочестию уже все ревнует. То есть выше, чем само Слово Божие говорит об этом. Ну, апостол Павел сказал об этом. Ну, дальше-то апостол Павел тут же и говорит, что епископ муж одной жены. И там уже фельдолог болгарский начинает немножко как бы оправдывать там что-то такое. Да, у него несколько мест таких есть, где феофилак болгарский, не златоуст. У златоуста еще это не так было. Это он же в пятом веке, златоуст умер в 407 году. А феофилак болгарский умер в 1051 году. 11 век. Да, 11 век уже. Тогда уже все, как сейчас было, так и оно уже было. А златоуста еще не было. Только-только церковь начала устраиваться. Только он о монашествующих говорит с придыханием таким, что люди вот уходят, отшельники, монахи. Все это такое. Такие молодцы. А сам желудок потерял на этом. И говорят, когда он вкушал пищу, златоуст, то его лицо искажалось. Он стонал, судорогами сводило живот у него. Вот так. Там, наверное, язва была. У него, наверное, язва, да? Мощная. Он питался какой-то лебедой. Там на берегу моря они жили, там что собирали, там вот такие вот морепродукты, видать. И почему он и ушел оттуда, от этого Василия, своего друга. Василий покрепче был, кельцем, видать. Желудок там, камни перетирал. А златоуст был похилие. Слава по здоровью, мать его уговорила. Да. Не избодить себя. То есть это у них было монашество. Такое. Такое, да. Поэтому. А однако ревность-то его к чему привела-то? По Богу, я не знаю. Ну да, ревность, конечно, в итоге. Прямо его заставляли быть священником. И вот теперь, ну вот тут вот такие места есть, что допустим. Их ярость ослабевала тогда, когда был конец праздника. Вот это вот. А с чего ярость ослабевает, когда конец праздника? Напились, наелись. Напились, наелись, что ли? Теперь Христос, если вначале пришел, они голодные, злые такие. А сейчас они попили, попили, поели. Устали. Добрые такие. Животы на стол положили. Христос пришел, они, ну ладно, ты хороший, ты поел. Ну, сейчас подожди еще. Семь часов пройдет, переварится все. Тогда мы тебе покажем. Я не понимаю вот этого. Ешь три часа в три месяца. Немножко не понимаю, почему их ярость не утихла. Тут как бы можно порассуждать. А может быть, Феофилат что имеет в виду? Может быть, у них такие праздники были? Ну, может быть, это зависело от тех людей, которые следили за ним. Они куда-то уходили, когда уже праздник проходил, или что? Я не понимаю вот этого. Так что, извините, не могу ничего вам сказать. Почему именно их ярость ослабеет? Там вообще такие моменты вот в слове Божьем есть, которые я не понимаю. До меня не доходит. Я просто этого не испытывал. Допустим, почему Иуда до победного, Господь ему, кусок обмакни со мной, первым там и так далее. И написано, это он делал для того, чтобы Иуда еще покаялся. А что это будет, если он обмакнет? Что это он за счет? Вкусненько мне, что ли, или что? И вот, и хороший Христос стал. Нет, но он уже в открытие его влечен. Да нет, там не совсем открыто было. В открытие это уже все бы знали. А все оглядывались и говорили, не ты, не ты. Иуда тут, а не ты, не я. И никто не сказал, да это ты. Никто не сказал. Поэтому это не открыто. Тот, кто обмакнет со мной. А макали все. А макали все. Но он только первый макал, вот в чем дело. Он ему первому протянул. А потом дальше-то все тоже макать начали. И как бы по макашка. Ну и что, что он первый. Вот в чем тут дело. Или вот допустим. Ну тут вот можно сказать, когда было 7 корзин и 12 корзин. И толкователь говорит, почему 12 корзин было, кусков оставшихся. Чтобы все апостолы тащили к лодке эти корзины. Корзины большие были. Вот выяснилось. Такие большие. То есть тяжеленькие были. Не то, что там корзиночка вот такая, как... Как Надя приносит батюшке там. Нет, не такая была. Здоровенная плетеная корзина. Ну, зачитывай. Ну, зачитывай, конечно. Иоанна 13, 26. Иисус отвечал. Тот, кому я обмакнув кусок хлеба подам, и обмакнув кусок подал Иуде Симонову. Скорее, вот это тут конкретно. Да, конкретно. Да, 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 да. Ему первому, да, именно так все было. Но никто ничего не понял. Да и не могли понять. А он кому это говорит-то? Он же не вслух сказал. Почему? Потому что он говорил только одному. Ему Симон, Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, как он говорит. Да. Он припал к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Да. Один из учеников, который родил Иисус, ну это... Ну, считается Иоанн. И он ему ответил. Он не громко отвечал. Не громко. А он тут уже не так, как встал и натипнулся. Слушайте. Тут Петр-то тоже слышал. То есть у Иоанна, Иоанна. Он сделал знак. Он далековато был от него, Петр. Спроси ему. Спроси. И он такой понял, все интересно, да. И такой раз. Господи, а кто это? Он говорит, как сейчас обмакну, подам, тот и есть. Он обмакает, подает Иуде. И все, здесь заканчивается. Пш-ш-ш. Никто ничего не помнит? Не понял. Почему? Помню. Пш-ш-ш у ней рак. Рак натурально. Все. 10 на 12, 3 сантиметра опухоль вырезали. Вырезали. Какую опухоль еще? Общезнакомая. И теперь, как бы, она, непонятно, там, химию какую-то, но у нее и швы не зарастают, потому что она своеобразная, да. Вот так вот. И теперь что дальше делать? Вот что теперь, что делать? Сколько раз говорили, не ходи в штанах, платок носи. Без честь. Бесполезно, упертость и так далее. Даже сейчас даже сейчас. А теперь Господь уже стучится прям, тарабанит. И ты должна теперь сказать, Господи, я неправильно все делал, все каюсь. Нету покаяния? Нету. Даже молитвы нету. Вот в чем дело. Человек не может помолиться. А столько много, казалось, делает для нас. И вот так же Господь, этот, говорит, чтобы эти коробы тащили все. И тогда Иуда, когда будет у него такое настроение предать Господа, он вспомнит об этом случае и поймет, что Господь, ну, это же, ну, это Сын Божий. Ну, тут можно понять, как бы, тут такое чудо действительно, и ты сам в этом участвовал. Ну, как бы, можно понять. Ну, тоже. Ну, он тогда осознал, когда уже распели, чтобы предал его. Ну, да. Когда уже Христа поволокли. Уже понятно будет, что там остановки нет. Вот мы сидим, да, и на кого-то там показали, на тебя показали. Вот я обмакну и ну, передам тебе. Лена, там не сказано, он, что обмакнул и передал, потом следующему обмакнул, и следующему передал. 12 учеников было. Нет, я говорю, вот мы узнаем, да, что он предал, но наши действия какие-то. Ну, тоже правильно, тоже. Тоже воображение нужно включать. Какое действие? Что будет предатель. А что предатель? Опять же. Будет предатель? Ну, будет предатель. Будет, ладно. А что предатель? Как? Если бы мы знали, как это будет, что мы сейчас пойдем воспоем псалмы прекрасные, Пасха, праздник поели барашка, зайдем на Ильонскую гору, и там на нас навалятся вот эти все мечами-колиями. Целая огромная толпа, начальники впереди, полководцы там, ну, то есть, понятно, что офицеры с регалиями, все там воины с мечами, ну, зрелище даже сегодня видишь с автоматами, они стоят такие мощные, как хоккеисты на коньках еще там, да, горы. А вот тогда было еще солиднее, у них все бренчит, тут доспехи такие, копии эти длинные, щиты, все это в факелах сверкает, сияет, горит все. Ну, конечно, ничего себе, они просто живут спокойно. Видите, ту обстановку надо еще было знать, что римляне тогда уже были настоящими оккупантами, коллаборантами. Настоящими. То есть, вот прям религия, народ другой, и менталитет другой, все другое, вот они другие были. Но они вот так вот могли, римляне, входить, почему у них такое царство на почти тысячу лет было? Потому что они ассимилировали под себя народы, старались мягко с ними обходиться, их праздники, как он говорит, у вас праздник, вам нужно отпустить одного, чтобы показать мягкость нравов. Захватившего вам дружелюбие показать. Видишь, что же это? Надо все смотреть на это. Поэтому они спокойно себе ночевали, никто и вдруг бабах вот привел. А кто знал-то, где они будут? Это же не как сейчас в каком-то доме, адрес какой, подъехали там. Никаких адресов не было, ничего. Ну, где-то там вот они обычно под деревцами валятся и там спят. Ну, опять же, вспоминаем кущи. У них 50 миллиметров осадков выпадает в Иудеи. Так что там тоже дождя не жди. Дожди были в определенный период. Ранний и поздний называется. То есть у них два урожая конкретно. Я сейчас смотрел там у них в Иудее, как у них там климат немного сменился, стал суше у них. Они находят воду, вода солоновата, так они в эту воду что-то там добавляют. И у них такие огромные теплицы. И там в теплицах они жучки, ну, там помидоры, там огурцы и остальное, перцы. И они разводят жучков, которые паразитов пожирают. И все это на таких ниточках. И тут такую колбочку распределали. И эти маленькие-маленькие жучки такие, как ложки, ползут, ползут. И вот они на всех-на всех живут в плодах и пожирают плохие бактерии и так далее. И он там, видела, да? И он там показывает этот. Один за десятью теплицами он один ухаживает. Там вот такой у них, как ящик. Там все параметры. Влажность, температура воды, какие микроэлементы. Короче, вот все-все-все-все-все. Как подача идет, как растут, рост у них там тоже измеряется. И он все раз-раз посмотрел, параметр нормальный, все закрыл. Все, поехали к другой теплице. И этот говорит ему, а покажите там, ну, что там. Он говорит, я сейчас вам подарю, подошел, посмотрел. Вот этот перчик созревший, раз. Вот такой перчина красный. Вот такущий огромный. А куда? Это, говорит, в Москву отправляем. Ну, сейчас вот мы увидим что-то уже оттуда, вот, конечно. Интересно, да? Ну, конечно, много там затрачено, но какой климат. У нас пойдем в теплицу? Однако, если ты будешь трудиться, и у нас вот такое вырастишь. Просто больше затрачено. Я же вырастил 10 килограмм арбуз в этом году, с дружной помощью. Вырос же как-то. Но если ты будешь этот арбуз есть, и из Астрахани, который просто там вот вырос. На солнышке лежал себе, и все. И причем их там целая гора вот такая вот. То это будет, брак, небо и земля. Наши арбузы я прекрасно знаю. Но он вкусный. Так, ешь, ешь. Ну, как сказать вкусный? Это потому, что ты тут не ешь. Я-то здесь беру арбузы. Возьмешь его только вот так, начинаешь вот так только резать, он хрум и разваливается. Вот так, на килограмм 16 вот такущий. Вот так только начал завязать. Чуть-чуть подниму. И как засверкал этим серебром вот таким. Запах такой поднимается. Невероятно. Убей, дядя Игорь, рассказал. Ах, вот арбузик. Я тоже захотел что-то арбузик. А сейчас бразильский вон там. Ну, правда, там стоит несколько копейцев. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я подожду. Я, как и натихнусь, дождусь своих арбузов. Так что. Вот, и глядите вот еще. То есть, есть такие вопросы, на которые я не понимаю, как ответить. Укрывается он для того, чтобы подтвердить свое человечество. Ибо если бы он явился, они возъявились бы на него с намерением убить его. Вот тут тоже непонятно немножко. Если бы он явился. Ну, кто-то бы мне объяснил. Я бы с удовольствием тоже сейчас бы. Земля была невидима и неустроена. На церковном славянском. Безвидна и пуста. Ну, давай, объясни. Объясни. Что это такое? Невидима и неустроена. Вот так вот. Что это такое? Земля. Смотри, мы сейчас из космоса видим снимки. Красивая Земля. Очень красивая. Это было безвидно. То есть, видимо, какая-то, ну, неприглядного какого-то. Церковно-славянский перевод. Невидима. Невидима. Очень сильно хотели, говорит, ну, проведи ты нам этот Ветхий Завет. Я говорю, я начало, говорю, так же не понимаю, как и все остальные. Я не могу понять. Я полтора месяца вот тут вот плавал и все время молился. Вот смотрю на небо, плыву, господи, невидимо неустроено. Как? Все. Залез там вот у Википедии. Космос. Все прочитал о нашей Земле, о небе. Все. Залез. Виктору звоню. Савченко. Он же звездочет. Астроном. Он, я говорю, ну как, Виктор, он, ну как вот. Я говорю, ну как, безвидно и пуста. Церковно-славянское невидимо неустроено. Невидимо неустроено. Я вообще запутался уже. Как, брат, ну, расскажи. Ну, вот это там большой взрыв, я говорю, я понимаю, большой взрыв. Было бы здорово это все. Ну, большой взрыв, это все взорвалось и начались там звезды и так далее. Ну, да. Я говорю, а тут Господь сказал, да будет земля. И небо, и земля. Вот так, понимаешь. Без вот этого. Без коллайдного этого. Ничего тоже не может сказать. И все. И в очередной раз я когда проплывал, и Господь прям мне вот так как-то раз в кемечко. А ты посмотри на Юпитер. Я такой думаю, что там в Юпитере-то? А я про него тоже все читал и так далее. И я когда, ну, я святых отцов прочел еще. Святые отцы. И у меня же святые отцы. Там есть такие моменты, что вода это не вода. Вода это, она как бы вода, но не та вода, говорит Златоуст. Вы не думайте, что такая была вода. Нет. Она была, знаете, такая в движении. Энергичная такая вода. Что это такое? Ефрем Сирин говорит с Василием Великим. Ну, это, земля была, знаете, как, она просто имела форму. Понятно? Просто имела форму. Какую форму? Понимаете, перевод какой странный. И вот это все, я когда начал складывать, и когда я пришел домой, открывая этот Юпитер, начинаю все про него читать. Из чего он состоит? Водород. Гелий. Так, что такое водород? Начинаю, я же геолог все-таки, начинаю водород. Ну, понятно, газ. Раз начинаю читать, и раз у меня бесцветный газ, водород, кислород, гелий, бесцветный газ. И я такой, па-па-па, бесцветный же, все бесцветное. Все. И я начинаю читать про Юпитер. А почему Юпитер мы видим? А Юпитер весь, весь Юпитер. Это он вместе с атмосферой. Понятно? У него нету в космосе атмосферы, в темном. Это он весь Юпитер. Я такой думаю, так, а почему? Читаю. А оказывается, водород, он четырех видов. И три вида присутствуют на Юпитере. Это первый, это водород, сам как газ. Это атмосфера его. А потом дальше он, чем глубже внутрь, там начинается сам Юпитер. Он из жидкого водорода состоит. А ядро его состоит из металлического водорода, который вообще никто не понимает, что такое. Написано. На земле еще только готовятся лаборатории, где будет осуществлено воспроизводство металлического водорода. И там, если вот это сделать, то будут какие-то в нашей промышленности произойдут глобальные перемены. Вот как вот научно-технический прогресс двинется вообще семимильными шагами. Почему? Потому что должно быть сжатие 150 тысяч атмосфер. Металлический водород, чтобы получился. То есть водород, газ, вот кислородом мы сейчас дышим. И теперь представь, когда на 150 тысяч атмосфер ты сдавливаешь его в каком-то объеме где-то, и он получается металлом, как железо. Это представить невозможно. И все это уже есть в Юпитере. Понятно? И вот когда я про это все прочитал, то я понял. Оказывается, Господь нам на нашей Солнечной системе показал, как Он все выстраивал. Все планеты от Меркурия, начиная, заканчивая Плутоном, они все показывают, что было с нашей Землей в момент становления, в момент, как там, устройства Земли называется. То есть это не мгновенно было, что раз все, а Господь нам все по частям оставил. И даже воду, энергичную воду, оказывается, что такое вода? H2O. То есть это водород и кислород. Но Юпитер, это не есть Земля, нет. На Юпитере нет кислорода. Есть, но маленькое количество. А здесь Господь нам дал этого кислорода, дал водорода сколько надо, гелия этого дал. Еще металлы потом подложил уже. Написано еще, Дух Божий носился над водой. А слово носиться, это все равно, что вынашивать, вынашивать плод, носиться. Понятно? Это нормальное русское слово, у которого есть переводы. И одно из них рождать, носиться. Вот так. Ну, казалось бы, так просто взял телескоп, посмотрел, вот Луна, Юпитер. Ну, вот то, что, Игорь, ты все это изучал, смотрел. Но это даже можно и проверить, да? Да, конечно. Пошел планетарий, посмотрел, вот как выглядит Луна, вот Юпитер. Все они, все они круглые. Все, что в космосе, оно не может быть другой формы, потому что это единственная правильная, ну, как говорится, идеальная форма. Экклесиаст говорит... ...экклесистояние в космосе. Но вот это слово круг несколько раз говорит. А почему Земля вдруг в космосе плоская? К ним вот это вопрос. Ну, открой телескоп. Не, они конкретно называют... Земля имела форму шара. Форма шара. Конкретно. Святые мужи все говорят. Там не должно нам это... Мы не должны опровергать Святой Дух. Да, но не к ним вопрос, а вопрос к плоскоземельщикам. А, это да. Но плоскоземельщики говорят, что это лепешка Земля на огромном шаре, и много таких лепешек тут, то есть эти планеты, все они, вот это стиллое ледяное... Да. Не у одних мозг заплелся. Я тоже это все смотрела. Да, только Юпитер, Юпитер, он сейчас... Он со временем стал окрашенный. То есть, вот эти все газы, они стали окрашены. Почему? Потому что, пролетая мимо, он очень огромный и притягивает очень много всяких метеоритов. А метеориты состоят из разных материалов. Есть металлы, есть... Ну, всякое там. И поэтому, не попадая к нему в атмосферу, они там взрываются, разрываются, и в конечном итоге он приобрел сейчас такой цвет, бежевый цвет. Юпитер. И одна воронка есть, она там сколько? Тысяча пятьсот километров? До трех тысяч. Эта воронка идет туда вниз, до самого металлического ядра планеты. Вот так прям. Ее видно, она такой шар имеет. Это воронка. Она закручивается, это вихрь такой. На полторы-три тысячи километров такой навальный. И там он более такой яркий. Свечение. Ну, там тоже объясняют, почему химические процессы. Это уже мне неинтересно. Главное, что это я вижу сам. То есть, можно посмотреть в фотографии, и так все видно. Ну вот, давайте, наверное, закончим на этом. Потому что многое нам непонятно. А почему? Потому что... Да. А почему нам непонятно? Да потому что Господь велик, а мы всего лишнего не верим. Слава Богу, у нас есть. У нас даст Бог спасен собой в вечности. Толковать или удивляться. Надя, помолишься сейчас? Достойно есть якова истину, Блажите Богородицу, И сна блаженную, и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую, без сравнения с Серафией, Без искрения Бога, Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, благодарим Тебя, Твои милости и щедроты. За то, что у нас есть возможность здесь собираться. Там здесь тепло, уютно. Здесь, в нашем городе, нет никаких военных действий. У нас есть вода, электричество. Мы Тебя благодарим, Господи, за все, что у нас есть, чтобы мы это ценили, благодарили Тебя. Помоги нам принести покаяние в тех грехах, которые мы совершаем, которые совершены нашим народом, дабы не умерли мы без покаяния. И научи нас так счислять все дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Тебе за все слава, хвала, чести, поклонения, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спрашивай.